Друзья, всем привет! В этом видео вы узнаете о реально возможных скидках на автомобиль Kia Optima. Я расскажу цены по каждой комплектации с учетом того, что ты покупаешь ее за наличный расчет, кредит или трейд-ин. Также я буду учитывать, как меняется сумма скидки от выбранного цвета. Напоминаю, что эта серия роликов у нас идет с пометкой коллективный сговор, где мы решили провести некий эксперимент из серии. Мы приходим к официальному дилеру, говорим, смотри, нас есть 15 человек, мы можем купить автомобиль в разных салонах, но мы хотим купить все машины у тебя одним днем, при этом получить наиболее интересные скидки и подарки. Так сказать, некая оптовая закупка. В ближайшее время, по принципу сегодняшнего видео, на канале выйдут ролики про Mazda 6 и CX-5, а также Toyota Camry, где я также назову реально возможные скидки при условии коллективного сговора. Одна просьба каждому, если вам интересна тема коллективного сговора, что из нее получится, как все происходит, обязательно досмотрите ролик до конца. Но в любом случае, сейчас на экране вы видите тайм-код, на какой минуте о чем пойдет речь. И как вы знаете, на канал я начал привлекать спонсоров, потому что все эти эксперименты занимают очень много личного и рабочего времени. Для вас это все абсолютно бесплатно, поэтому сейчас несколько минут об одном из них. А нашим спонсором является сайт yurimon.com, который представляет из себя агрегатор по подбору автосервисов. Все, что вам нужно, это перейти по активной ссылке в описании, сделать простейшую регистрацию и получить сертификат на 5000 рублей. Далее вы заполняете простейшую форму, где указываете марку вашего автомобиля, модель, год выпуска и прямым текстом пишите, что вам с ним нужно сделать. Допустим, поменять масло, починить фару или же, если это связано с кузовным ремонтом, вы можете приложить фотографию, чтобы было наглядно и понятно, что с машиной нужно делать. Все это делается в 4 клика, после чего вы в течение 1-2 дней только лишь получаете предложение от реальных сервисов, которые называют вам сразу цену и вы видите, кто из них где находится. Здесь на самом деле нет абсолютно никакого обмана, все это делается в открытую, ты работаешь напрямую с сервисом и непосредственно yurimon с тебя никакой комиссии не берет. Скандальные и противоречивые ситуации, они все-таки возможны. Смотри, если ты отправляешь четкий запрос, где ты указываешь, что тебе нужно поменять тормозные диски плюс колодки, ну что здесь можно перепутать. И тебе называют цену условно 2000 рублей, но когда ты приезжаешь в сервис, тебе вдруг без основания причин называют 3000 рублей, однозначно косяк сервиса. Пиши мне, если ты пришел к ним от меня и попал в такую ситуацию, либо приши напрямую руководству сайта. Они в этой проблеме будут разбираться. Но если вдруг ты, допустим, хочешь починить бампер, сделал фотографию, отправил, те предварительно назвали 7000 рублей, по приезду снимают и увидят скрытые дефекты, о которых ни ты не сказал, ни им было понятно. И цена выросла обоснованно 9000 рублей, то здесь права качать уже не нужно. Ты должен относиться ко всему с головой. Услугами сайта на самом деле пользуюсь сам лично, поэтому ссылка активная будет в описании. Переходите, знакомьтесь, сегодня он вам как бы не нужен, а завтра сами будете обзванивать каждый сервис и искать, где что сделать дешевле. А вот теперь смотрите, что мы вообще имеем. На официальном сайте я выбрал 8 дилеров, с которыми мы начали работать. Почему именно 8? Ведь там их представлено гораздо больше. Объясняю. У каждого из них есть 2, 3, 4 салона, но база по машинам одна и она единая. И вот сейчас я в хаотичном порядке кратко буду называть ответы от каждого дилера. Ну смотрите, первый, вообще отказался от участия без объяснения причины. Второй, дал предложение из серии все акции, которые представлены на сайте, плюс по 50 тысяч на каждую машину. Что собственно на самом деле является непроработанным предложением. Какие машины есть в наличии он не прописал, а 50 тысяч на каждую модель, но это неправильно. Потому что комплектация выше, там цена должна быть по скидке больше, на комплектацию ниже меньше. Третий, выслал список подробный, какие машины есть, но при этом всем он дает на каждую машину скидку по 20 тысяч рублей. Четвертый, это автомир, вот его я назову, потому что на них я на самом деле возлагал большие надежды. Сам когда-то у них покупал машину, многие люди на них ссылаются, говорят, что на самом деле эта компания всегда бьется за клиента. Но в этот раз я им озвучил одно из наиболее сильных предложений, после чего их представитель сказал, что слушай, мы наверное участие продолжать не будем, потому что мы это предложение уже не перебиваем. Пятый, руководитель отдела продаж отдыхает. На протяжении трех недель я им занял четыре раза, все его нету, нету и нету, а они никто без него ничего сделать не могут. Надеюсь, то, что он уже отдохнул, вышел, но тем не менее от них обратной связи ноль. Шестой, прислал предложение с примерными ценами, но в процессе общения нашелся дилер, который сходу перебил эти цены. Седьмой, этому дилеру я тоже звонил около четырех раз, и каждый раз, когда я на него попадал, было ощущение, как будто я его разбудил. Ну знаете, бывает такое, что ты лежишь, спишь, тебе кто-то звонит, ты берешь телефон и пытаешься сделать всем видом то, что ты очень бодрый, ты там чем-то занят. По факту же он выбрал вообще многоходовочек, вот я ему раз, два, три, четыре звонил, он говорит, слушай, давай сделаем так, пришли мне самое лучшее предложение, я его буду перебивать. И восьмой дилер, на деле он был первым, он сразу дал очень хорошее предложение, как в сентябре, так и вчера, он прислал прям детальное предложение с наличием машин на октябрь. То есть все цены он подтверждает. Вот именно на нем мы сейчас чуть позже остановимся. Напоминаю вам то, что я работал напрямую с руководителями, я не звонил менеджерам, я прям звонил в каждое салоно, сразу просил руководителя отдела продаж и высылал все списки напрямую ему. Потому что именно они принимают решение, какие скидки кому давать и что дарить. Как я вышел на нашего фаворита? На самом деле мне его посоветовал один из акционеров канала. Прислав номер телефона и сказав, вот смотри, вот есть человек, он сам является владельцем Optima. Это Optima, одна из самых популярных по России, вот на сайте drive2.ru, плюс ко всему он по совместительству работает руководителем отдела продаж у одного из официальных дилеров. Я связался с человеком, объяснил ему всю нашу историю, что мы хотим сделать, попросил его принять участие, отметив, что его рекомендуют люди, его хвалят, он молодец, давай нам низкие цены. И он с удовольствием за наш проект взялся. Но вот прежде чем я начну оглашать его цены, я вам хочу передать общую картину, которую мне обрисовали все остальные дилеры. Но сделаю я это из офиса, потому что погода сегодня ветреная и снимать на улице не очень комфортно. Казалось бы, прошла одна минута, а на деле прошло 4 часа. Сперва, когда я начал обзванивать каждого официального дилера и говорить ему, вот смотрите, мы хотим купить 10, 15, 25, 50 автомобилей. Мы все физлицы, каждый к вам придет самостоятельно, я лишь между вами и продавцами-покупателями выступаю как организатор, не более. Ни с кого денег не берем, все говорили, слушай, ну да, действительно это интересно. В разговоре с каждым действительно чувствовал заинтересованность. Я объяснял, что у меня есть список, по которому все детально прописано. Какая модель человек интересует, какой цвет, какая комплектация, условия покупки. Если это трейд-ин, то что он сдает? Если это кредит, то какой первоначальный износ? В общем, все действительно я хорошо, грамотно прописал. И все сказали в один голос, давай, конечно, сюда этот список. Я его отправляю, вот на чем, собственно, и закончилось наше предыдущее видео. И дальше начинаешь ждать от них предложения. Проходит неделя, и в процессе этой недели от каждого направления, от каждой марки приходят примерно по одному-два предложения. Все остальные молчат. И тут мне становится непонятно, мол, что за тишина. Коллективный сговор, 15, 20 человек, ну в общем народ есть, все готовы приезжать, закупаться. Списки отправлены, ждем предложения, проходит неделя, почему так долго его готовят. Начинаю сам позванивать. И вот смотрите, начинается обратная связь. И примерно 90% дилеров, вот каждый начинает мне с какой-то стороны, но все рассказывают одну и ту же историю. Смотрите, Дмитрий, мы, конечно, сделаем вам предложение, нам интересно принять участие, но рассчитывать на то, что мы будем вам сливать автомобили. А сливать на их сленге, это означает отдавать автомобили либо прямо вот в ноль по цене, либо даже вообще в минус. Такое, конечно же, бывает, но это очень редко, и когда автомобиль застоявшийся. Это бывает для галочки, а редкая модель. Но суть не об этом. Факт в том, что они говорят, да, мы сделаем предложение, мы сделаем легкую скидку. Возможно, мы сделаем скидку хорошую на доп. оборудование, не подарки, а скидку на доп. оборудование. Но вот откровенной халявы за счет того, что вы нам приведете 10, 15, 20 человек, не будет. И тут у меня тут же возникает вопрос, мол, это что за наглая жадность, как это не будет хороших скидок, предложений. У нас вот 15 человек, ну, повторяюсь, да, мы пойдем сейчас к другому дилеру. А сам сижу, анализирую и понимаю то, что один мне одно и то же, другой, третий. И они мне начинают, понимаешь, как бы раскладывать карты, которые вот такие подводные камни, на которые я поначалу не обращал внимания и даже о них не задумывался. Вот первое, он мне показывает мой список и говорит, вот смотри, по каждой модели у тебя покупки планируется октябрь, ноябрь, декабрь. То есть это 3 месяца. По факту 15 человек, 5 человек у тебя покупают в октябре, 5 человек у тебя покупают в ноябре, 5 человек в декабре. Это уже получается не одним днем коллективная закупка происходит. Второе, организовать всех этих людей на один день, вот допустим, там на октябрь, чтобы 17 число пришло 5 человек. Он говорит, тоже возможно не получится. Кто-то заболеет, кто-то уедет. То есть люди начнут, как бы, знаешь, делиться в течение месяца. А это уже, опять же, не коллективная покупка. Это будут, как бы, рядовые, просто штатные закупки. Ну, как бы, мол, от тебя там какая-то программа, какой-то эксперимент. Сама суть идеи, она, как бы, получается, растягивается, развивается. Да, звучит неплохо. Вы придете в один день, заберете у нас много машин. Но на деле ты сам видишь то, что такого не произойдет. Мы готовы вам давать предложение на октябрь. Но делать предложение на ноябрь, декабрь, на те автомобили, которые вообще еще находятся в поставке, и неизвестно, какие программы придумает сама, например, Мазда, там, или Тойота, или Кия. У них каждый месяц теоретически что-то меняется. Где-то они делают выше предложение, например, по трейдину, где-то предложение ниже, например, по кредиту. В общем, программа тоже может меняться. И в зависимости от этого будет какое-то новое финальное предложение. Второе. Не все машины вообще есть в наличии. Пример. У нас приходит 15 человек. Из них 8 человек хотят GT-Line. Это на самом деле так. 8 человек хочет GT-Line. Но в салонах есть, например, 4, 5, 6 машин. Ну, в редких случаях у кого-то их больше. Вот именно нужная комплектация. Что мы будем делать? Пойдем по другим салонам. Не получится же так, что, знаешь, вот 6 человек стоит. Я говорю, парни, вот есть 5 машин. Кто-то один из вас должен сегодня уйти без машины. Но тоже будет ненормально. И так вот по всей Москве, понимаешь, нет ни одного такого дилера, у которых будет очень много машин. И все они стоят вот в открытой. Он мне проще говорит, вот смотри, мы с тобой сидим. Это на самом деле было так, кто подписан на Инстаграм, видел то, что я ездил по салонам, там общался с ними. Вот мы сидим с человеком, общаемся. Он мне показывает. Вот 2 человека сейчас стоят на выдачу. Готовы забирать свой автомобиль. Еще 2 человека сидят с менеджерами. Они уже по телефону предварительно договорились. И сейчас они сидят обговаривать нюансы цены. То есть, сегодня 2 машины поставятся в резерв, и они уйдут. Таким образом, я вам делаю предложение, говорю то, что да, вот есть такая машина, такая-то цена. Вы идете думать, проходит день, два, три. Вы соглашаетесь, звоните, а таких машин уже, допустим, нет. Либо одна из них в резерве, вторая в устном резерве. Ну, вы понимаете ход мысли того, что машина, как горячие пирожки, тоже расходятся. И здесь возникает, точнее проявляется фактический факт. То, что все 4 модели, которые мы выбрали, на самом деле пользуются хорошей популярностью. И сливать их откровенно в ноль не нужно. Допустим, вот вам прямой пример приведу. Есть Ford Kuga. Вот эти автомобили у дилеров стоят еще с 16-го года до сих пор. Они их не могут продать, они никому не нужны. Но вот Camry, ну здесь как бы кто не считал, что я к ней плохо отношусь. Она на самом деле хорошо продается. Mazda тоже хорошо продается. CX-5 на него вообще повальная очередь. На Optimum, про которую мы сегодня говорим, тоже в принципе спрос хороший. Но тем не менее, на нее хоть какие-то пошли скидки. Третье. Думать о том, что за счет того, что вас прям придет много, то, что вы прям такая небольшая оптовая закупочка. И поэтому мы начнем вам делать скидки по 200-300 тысяч. Словно сливать автомобили прям вот в ноль там или даже вообще в минус себе. Такого никогда не будет. Мы здесь все занимаемся бизнесом. И мы хотим зарабатывать. Нафига я буду сидеть, продавать тебе машину. Вот они все уйдут к вам. И что? Что я заработаю? Да, я крутану денег. Да, у меня за день там через кассу продают 20 миллионов рублей. Но по факту в моем кармане непосредственно не останется ничего. Мне это не нужно. У нас есть сотрудники. Ну и так далее. Они начинают рассказывать о том, что все мы хотим заработать. И вот эти ваши эксперименты из серии. Мы придем, мы купим. Мы покажем, что вы самый лучший гейлер. У вас самые низкие цены. Нам не нужно. Почему? Да потому что мы находимся в Москве. 15-ти миллионный город. Плюс рядом есть Подмосковье, которые все также едут в Москву покупать машины. Более того, они мне все говорят одно и то же. То, что есть люди, которые приезжают за тысячу километров покупать машину с небольшой скидкой, но с комплектом зимних колес. Людям нравится покупать в Москве. Большой выбор, хорошие салоны, хороший сервис. Приехал, у тебя все в наличии есть. Можно покупать. Поэтому продавать машины по прям заниженной цене никому не интересно. Потому что без нас люди приходят и каждый день их покупают и забирают. И вот впитывая всю эту информацию, подчеркиваю еще раз, это называли все. Это было в Ки, это было в Майзе, это было в Тойоте. Они примерно под разными углами рассказывали одно и то же. Суть сводилась к тому, что неудачно мы выбрали модельный ряд. Но все машины популярные, поэтому вот есть цена. Да, мы там сделаем что-нибудь более-менее интересное, но прям вот в ноль фигу вам. И тут моя такая холеная улыбка с лица начинает постепенно слазить. Я, знаешь, такой сижу пытаюсь им, но у нас же 15, у нас же 20, 50 человек. А они просто разводят руки, говорят, что ну сори. В процессе общения в инстаграме мне люди говорят, слушай, давай попробуем обратиться на завод. Но на завод вообще это не вариант обращаться. Понимаешь, позвоните на завод и скажите, друзья, здравствуйте, мы хотим вас купить 50 машин. Опять же, 50 машин одним днём мы никак не купим. Люди бьются все, кому-то удобнее в октябре, в ноябре, декабре и так далее. Но в любом случае все заводы, они будут управлять, говорят, что у нас есть официальные дилеры, идите к ним. Но раз мы поставили цель, то сдаваться однозначно нельзя. И я им в любом случае говорил то, что давайте от вас какую-то финалку. В любом случае нам надо ввести проект, нам надо его подводить к какому-то логическому завершению. И вот сейчас мы отправимся с вами к стенду, где я вам буду показывать цены, реально возможные, на автомобиле Kia Optima 2017 года, октябрь. Наверняка кто-нибудь напишет то, что смотреть нужно с такой-то минуты на деле. Вот смотрите, сейчас у нас в первую очередь речь об автомобилях с 2-литровым мотором. Вот у него есть 4 комплектации. Классик, комфорт, престиж и спецсерия Redline. Вот прайсовая цена, которая прописана на официальном сайте. Вот цена, которая указана с учетом того, что ты покупаешь, прихожешь за наличный расчет или кредит. Вот здесь цена максимально возможная, на мой взгляд, что выше такой цены уже не получится. Дальше у нас идет цена с учетом того, что ты покупаешь автомобиль в трейд-ин и там подарки. Вот давай сейчас все прокомментируем. Ну смотрите, первое, самая базовая версия, классик, она идет на механике, цена ее 1 миллион 190 тысяч рублей. Сходу за наличный расчет или кредит ты получаешь скидку 60 тысяч рублей. Ту же самую скидку ты получаешь за комплектацию Comfort по цене 1 миллион 310 тысяч рублей. И ту же самую скидку ты получаешь за комплектацию Prestige по цене 1 миллион 510 тысяч рублей. Все цены там на 100 рублей я округлил, чтобы нам было с вами проще. И спецсерия сегодня стоит 1 миллион 475 тысяч. С нее можно сбить сходу 40 тысяч рублей. Подчеркиваю, наличный плюс кредит. На первые три комплектации при условии кредита тебя автоматом срезают минус 26 тысяч рублей. Вот максимум 20 тысяч. Я предполагаю, что если еще посидеть по конючить, покружить, то в принципе можно будет попробовать все эти скидки приподнять на 20 тысяч рублей. Но выше я думаю, что это уже вообще в принципе будет нереально. Идем дальше. Trade-in. Значит здесь везде плюсуем плюс 40 тысяч. 40 тысяч берутся также непосредственно за счет того, что ты сдаешь автомобиль в Trade-in. И тебе непосредственно бонусом прилетает 40 тысяч. Но здесь идет у нас главный вопрос. Во сколько оценят твой автомобиль? Мы все с вами прекрасно знаем, что все официальные дилеры машины покупают по более заниженной цене. Никто у вас по рыночной цене никогда не купит. Но здесь есть ряд нюансов. Если, например, машина у тебя в принципе старая и вообще никто ее покупать не хочет, они ее могут забрать. Вот, наверное, тогда ты можешь что-то от этого выиграть. Все это идет сугубо индивидуально. Поэтому сюда я и ставлю вопрос максимальной скидки с учетом Trade-in. Это вопрос. Неизвестно, как они оценят твой автомобиль. Сам понимаешь. Они тебе оценят его на 100 тысяч меньше и скажут, но для тебя не 100 тысяч скидка будет, а 150-170. То есть шарик лошарик. Что нам дают всем из подарков? Однозначно кладут ковры в салон и однозначно ставят всем защиту картера. Сюда же я дописываю, что в принципе можно будет выпросить дополнительно ковер в багажник и также сетку в решетку радиатора. И тут сразу подводим легкий итог. Что у нас получается? При условии покупки наличные плюс кредит у тебя будет примерно 60-80 тысяч скидка плюс вот названные подарки. И при условии покупки автомобиля в Trade-in у тебя гарантированно будет скидка примерно 100-120 тысяч рублей. А дальше уже все зависит от оценки Trade-in. Мы с вами прям как на бизнес тренинге. Смотрите, теперь идут 4 комплектации с двигателем 2.4 литра и одна топовая версия 2-литровая турбовая это GT. Что мы по ним имеем? Ну первый, люкс идет по цене 1 миллион 510 тысяч рублей. Престиж идет по цене 1 миллион 590 тысяч рублей. Спецсерия Redline идет по цене 1 миллион 555 тысяч рублей. GT Line 1 миллион 690 тысяч рублей. И GT 1 миллион 840 тысяч рублей. Все эти цены взяты с официального сайта. Что входит в каждую комплектацию, вы можете посмотреть самостоятельно. Первая комплектация минус 65 тысяч рублей при условии того, что ты покупаешь за наличный расчет или в кредит. Вторая комплектация Престиж минус 75 тысяч рублей. Третья комплектация спецсерии минус 50 тысяч рублей. GT Line вот здесь две цены. Смотрите, если вы выбираете белый цвет, то цена будет минус 30 тысяч рублей, потому что он очень популярный. Если вы берете коричневый, серый цвет, ну такие, знаешь, не самые ходовые цвета, то скидка будет 90 и даже, возможно, 100 тысяч рублей. И самая топовая версия GT у нас идет со скидкой 90 тысяч рублей. И здесь мы видим, если покупать автомобиль при условии сдачи в трейд-ин, то вот так возрастает цена. Минус 105 тысяч, минус 115, 90, 70. В общем, вы все видите, я надеюсь. Нажимаете стоп, смотрите самостоятельно. Что мы имеем по подаркам? Здесь же нам сразу обещают ковры по кругу, включая багажник, ну и также защита картера. Что я подозреваю, можно будет максимально выпросить. Ну, например, скидка дополнительно ко всем этим ценам плюс 20 тысяч рублей. Подчеркиваю, опять же, с учетом того, как вам оценят трейдин, никому неизвестно. Ну и, соответственно, какие-то еще возможные легкие подарки или что-то может быть необычное. Наверняка у дилера что-то завалялось и чем-то он попробует вас побаловать. Что из себя представляют вообще эти подарки? Вот, смотрите, я проанализировал рынок и нашел следующие цифры. Значит, комплект ковров, включая багажник, плюс защита картера, самая дешевая, стальная, будет стоить вам примерно 5 тысяч рублей за все. Если вы поищите что-то получше, поинтереснее, например, алюминиевое, ковры посерьезнее, посимпатичнее, потому что они есть с высокими бортами, это вот дешевые, это будут вообще прям самые тоненькие. Средняя цена будет 8-10 тысяч рублей. И самое дорогое, что вы можете найти, это 3D ковры какие-нибудь интересные, хорошая защита картера из композита, это будет стоить 13-15 тысяч рублей. Вот, собственно, вот эти цены вы можете, в принципе, плюсовать. Я специально задал вопрос дилеру, какая у него защита картера. Она у него, казалось, самая дешевая, это стальная. Друзья, ну вот, собственно, вот такие у нас получаются реальные скидки. Я, конечно, понимаю, что многие сейчас из вас расстроены, говорят, слушай, блин, ну я ожидал большего, да я также вместе с вами ожидал большего. Но я, к сожалению, не маг и никак на них влиять не могу. Никто не хочет себя в убыток продавать. Поэтому, вот давайте сейчас сделаем следующим образом. Если ты находил выгоднее предложение, скинь вот это видео своему дилеру, кто тебе сделал хорошее предложение. Пусть они попробуют поработать, может быть, они свяжутся, может быть, по каждой вот названной комплектации они сделают более выгодные предложения. Это будет только нам всем на руку. Следующие серии про Toyota и Mazda будут примерно в таком же формате. Также расчерчим схему и просто покажем, где что у нас получается по цифрам. Вот, собственно, вот такой у нас получился сегодня выпуск. Больше сказать мне здесь нечего. Обязательно пишите ваши комментарии. Интересно теперь послушать ваше мнение. Значит, смотрите, в ближайшее время у нас есть возможность снять видеообзор на новый BMW X4. Купила коллега по работе, соответственно, готова предоставить его на обзор. Сделаем обязательно. На выходных будем пробовать снимать первую серию на Москву. Кто подписан на инстаграм-канал, знает, о чем идет речь. Кто не подписан, ну, для вас будет сюрприз. Поэтому больше кашу по тарелке я не размазываю. Жду в ваших комментариях. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова